Привет, друзья! Все на обстановке, это всегда хорошо, когда речь идет о ротах. Особенно, когда у тебя есть трудовая жизнь, это особенно ощущается в Канаде. Ребят, вы находитесь на канале ARKAN TV, все о Канаде и не только. Ребят, сегодня пойдет речь о том, что можно посетить в эти выходные в Торонто. Сегодня немножко поговорим о рыбалке, как можно порыбачить без лицензии и где можно посетить несколько фестивалей бесплатно. А с вами я, ведущий этого канала, Айрат Мукаш. Поехали узнавать! Ребят, хотел, во-первых, поблагодарить всех, кто подписывал на наш канал. Аналитика, студия, YouTube мне показывает, что 60-80% людей, кто смотрит наш канал, смотрят без подписки. Сейчас время подписаться, нажать на колокольчик, а мы продолжаем. Тема рыбалка в Канаде. Можно ли рыбачить в провинции Онтарио без лицензии? Ответ неоднозначный. И да, и нет. Сейчас объясню. Рыбалка в Канаде, провинция Онтарио. Это довольно большая и интересная тема. Мы как-нибудь осветим в подробном видео, что да как. Ну а сейчас расскажем первые шаги, что для этого нужно. В обязательном порядке нужна лицензия для улов рыбы. Как можно получить ее онлайн, ссылку я оставлю под описанием. Нужно будет приобрести Outdoor Card и сама лицензия на год. Conservation Fishing License 15 долларов 77 центов и Sport Fishing License 26.57. Ну а как же можно рыбачить без лицензии, спросите вы? Да, гайз, на Father's Day, то есть на день Пап, это буквально завтра, Правительство Канады сделало подарок для рыболовов-любителей. Для всей семьи 17 и 18 июня, а также с 1 по 9 июля можно рыбачить без лицензии. Кто еще может ловить без лицензии? Все канадские ветераны и активные военнослужащие, проживающие в провинции Онтарио. Далее фестивали бесплатно. Indigenous Art Festival, это фестиваль коренных жителей Канады. С 17 по 18 июня праздник традиционной музыки, танцев, театра, эпоса, ремесел и кухни коренных жителей Канады. Ссылка и часы и адрес под описанием. Хотели бы пойти? Оставь свой комментарий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!